Ох, Пиксель, большое спасибо тебе и жителям за гостеприимство, было очень приятно с вами повидаться, но, как говорится, пришло время прощаться, нужно ехать к себе в деревню. И тебе большое спасибо, профессионал, что заглянул к нам на огонёк, а то действительно редко видимся. Подписчики скучают, жители про тебя постоянно спрашивают, поэтому приезжай, пожалуйста, к нам почаще. И это, друзей своих захватывай, нуба, читера, бога, будет действительно круто. Да, Пиксель, обязательно как-нибудь заедем, и да, кстати, вот вам немного алмазиков за гостеприимство. Офигеть, профессионал, ты чё, что ли, с дуба упал, это капец как много. Большое тебе спасибо за твою щедрость, обязательно прямо сейчас поделю это всё между жителями нашей деревни. Мне первому, Пиксель. Нет, Пиксель, давай мне первому, мне нужнее. Нет, Пиксель, я тоже хочу первой. Носатые, пожалуйста, успокойтесь, успокойтесь, всем 100% достанется. Дайте я хотя бы с подписчиками поздороваюсь. А то накинулись тут на меня в одну секунду. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И как вы уже успели понять, из нашей деревни буквально только что уехал самый настоящий профессионал. Приехал к нам буквально на несколько часов, погостил, чё-то походил, непонятно чем тут занимался, ребята, и просто-напросто уехал. Но уехал, ребята, и оставил гостинцы, которые прямо сейчас я само собой раздам жителям моей деревни. А то они бедные тут сейчас уже драться начнут. И мне, Пиксель, мне тоже давай. Да держи, носатый, держи, хватит вам, господи, кричать. И вообще, чё я этим занимаюсь? Мне эти алмазы не нужны, эти драгоценности мне не понадобятся. Вон, стойте, разбирайтесь, делите это всё поровну. А у меня, ребята, дел сегодня тоже, если честно, не в проворот. Дело в том, что совсем скоро уже Новый год. Остаётся в буквальном смысле, ну, чуть-чуть больше одной недельки. И мне, ребята, пора заказывать подарки. Ну, сами понимаете, чтобы всё успело приехать, чтобы я успел всё организовать, чтобы я успел всё упаковать. Эта штука довольно-таки ответственная. И да, кстати, ребята, пользуясь случаем, хочу у вас кое-что спросить. Напишите, пожалуйста, ответ в комментариях. А вы уже, ну, готовитесь к Новому году? Потому что, опять же, повторюсь, мне кажется, ребята, уже пора. Ну, ё-моё, ну, как только я сажусь заниматься более-менее важными делами, ко мне постоянно кто-то приходит. Ну что, житель, что у вас там опять случилось? Вы чё, алмазы не поделили? Да нет, Пиксер, дело в том, что, ну, как раз-таки поделили. Ну, а чё ты тогда пришёл? Ну, не поровну, что ли, обидел тебя кто-то? Да нет же, Пиксер, ну, дослушай ты. Там, там житель какую-то земляную руду за домиком нашёл. Земля... 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 что? Ну, земляную руду из алмазов, представляешь? Прямо за домиком. Земляную руду из алмазов. Чё-то я вообще ничего не понял. Видимо, ребята, мне всё-таки придётся отвлечься от заказа новогодних подарков. Между прочим, для вас, жители! Потому что мне, если честно, не совсем понятно, что такое земляная руда из алмазов. И, блин, я на самом деле немного тупанул и не уточнил, в каком именно месте деревни находится эта дурацкая земляная руда. И, кажется, я это место нашёл. Представляешь, Пиксель, решил немного булыжника для дома добыть, ну, чтобы в шахту не спускаться. А тут, в-в-в-вот это. Я даже не видел такого никогда. Ну, ничего страшного, носатый. Как говорится, всё бывает в первый раз. Я, например, эту руду уже вижу не впервые. И на своём канале я её показывал огромное количество раз. Странно, конечно, что она заспавнилась так высоко, и вроде как её тут раньше не было. Но в любом случае тебя поздравляю. Так, а что мне с ней делать? А если это профессионал оставил? Ну, во-первых, вряд ли это оставил профессионал, потому что это было бы странно. А во-вторых, ну, в смысле, что делать? Добывать, конечно, и оставлять эти алмазы в себе. Ну, или поделись со своими соседями. Мне, если честно, уже всё равно. Ё-моё, ребята, вот постоянно, постоянно жители моей деревни беспокоят меня по какой-то ерунде. Ну, нашёл он алмазы, ну и дальше что? Ну, да, будь ты их, положи к себе в сундук, и дело с концом. Для чего меня беспокоить по таким мелочам? Ё-моё, это ещё что за собрание, жители? Ну, отстаньте от меня, ну, пожалуйста. Дайте мне покой хотя бы на 20 минут. Извини, что беспокоим, Пиксель, но это действительно очень и очень важно. Дело в том, что мы прогуливались по деревне и нашли огромное количество алмазных предметов. И алмазных блоков в том числе. Мы уверены, что это принадлежит профессионалу. Походу, он в нашей деревне какие-то тайники оставил. Ё-моё, жители, ну чё вы докопались к этому профессионалу? Ну, ёшкин кот, блин. Давайте теперь все находки списывать на профессионала. Один житель алмазную руду земляную нашёл. Вы какие-то предметы, ну, я не знаю, может быть, это я закопал очень-очень давно. Вряд ли, Пиксель, ты закопал 400 калмазных блоков. Ч-ч-чего? Вот-вот, Пиксель, 400 калмазных блоков. И в дополнение ещё всякая алмазная ерунда. Так, ребята, видимо, зря я, так скажем, немного нагоняю на жителей. Похоже, это действительно что-то очень и очень серьёзное. Господи боже мой. Вы только посмотрите прямо сейчас на мой инвентарь. Это инвентарь какого-то миллионера. Огромное количество алмазных блоков. Какие-то вот такие вот зачарованные алмазы. Алмазный пистолет, алмазный какой-то офигенный топор, алмазные наковальни и... Какие-то непонятные алмазы. Ну вот мы про это тебе и говорим, Пиксель. Профессионал 100% что-то тут спрятал. Ну, либо просто забыл в нашей деревне. Ладно, носатый, я вас понял. Вот это меня, если честно, уже действительно заинтересовало. Потому что до этого момента всё было, ну, плюс-минус обычно. И быстренько сейчас просканирую нашу деревню. Причём в буквальном смысле. Только, пожалуйста, заберите все эти предметы. Мне это точно не нужно. А то мало ли, ребята, эти предметы, я не знаю, там, дюпанные, считеренные. Ну, я, конечно, доверяю профессионалу и знаю его очень и очень давно. Но в любом случае лучше перестраховаться. В общем-то, ребята, берём в руки мой замечательный телефон. И открываем одно очень, очень интересное приложение. Хочу вас сразу предупредить, что такое приложение лучше не использовать на серверах. Потому что вас за это просто-напросто заблокируют. Но, учитывая, что я нахожусь в своей деревне жителей, я практически на 100% уверен, что мне ничего не сделают. Поэтому, ребята, активируем этот замечательный сканер. И проходимся абсолютно по всей деревне жителей. В надежде, что мы найдём что-то интересное. Потому что, блин, если этого не случится, я очень сильно расстроюсь. Потому что я, опять же, отвлёкся от выбора подарков для моих замечательных носатых. Так, в этой части деревни я, по большому счёту, ничего не вижу. Ну, кроме железной руды, конечно. Под грядками, ребята, и под вот теми домиками тоже пустота. Под церквушкой и под кузницей с моим домом тоже ничего. И, походу, ребята, жители, ну, всё-таки ошиблись. Такое действительно б... бывает. Так, секундочку. А это что такое? Мне же... мне же не может показаться. Это же... это же не баг сканера. Вы посмотрите, я чётко вижу несколько установленных алмазных блоков. И более того, я вижу там несколько сундучков. Так, ребята, окей, хорошо. Прокапываем вот этот блок, чтобы, так скажем, не потеряться. Отключаем наш сканер и попадаем в действительности в какую-то алмазную комнату. Всё-таки, ребята, этот замечательный сканер в очередной раз меня не подвёл. Естественно, открываем сундуки и вместе с вами, ребята, замираем в ужасе. И, походу, жители всё-таки были правы. Походу, профессионал либо действительно что-то забыл, либо действительно что-то спрятал. Однако, если честно, я реально не понимаю для чего. Для чего в нашей деревне прятать такое огромное количество алмазов? Во-первых, ну, блин, это... это опасно. На нашу деревню каждый день практически кто-то нападает. Сюда постоянно кто-то приходит. А, во-вторых, ребята, это рискованно, потому что если бы эту нычку нашли самые настоящие жители, то, как вы понимаете, от неё бы в буквальном смысле ничего не осталось. Короче, нужно сейчас сделать максимально, максимальное количество действий, чтобы жители это не обнаружили. О, здравствуй, Пиксель, ты не поверишь, я именно тебя и искал. А если быть ещё точнее, искал вот это место, где мы сейчас находимся. Ё-моё, профессионал, вот ты сейчас оказался здесь как нельзя кстати. Вот только собирался тебе звонить. Объясни мне, пожалуйста, что в нашей деревне делает вот этот вот алмазный тайник. Да в том-то и дело, я приезжал к вам в деревню для того, чтобы его найти. Я его прикопал тут ещё несколько месяцев назад. Вас тогда с жителями не было. Вы то ли в какое-то путешествие отправились, то ли в городе были. Короче, мне тогда нужно было срочно спрятать алмазы. Ё-моё, профессионал, скажи, пожалуйста, а ты не думал нас предупредить, потому что, потому что насады ещё в каких-то других частях деревни начали твои тайники находить. Да я же говорю, Пиксель, вас не было в деревне, а потом у меня времени не было. Короче, если можно, можно я это всё обратно заберу? Да не то, чтобы можно, профессионал, нужно. И впредь я попрошу тебя либо ничего не прятать в нашей деревне, либо как минимум предупреждать меня, чтобы вот таких ситуаций просто не возникало. Копатель самый настоящий, а вот как мне теперь алмазные блоки у жителей забрать? Да не надо у них ничего забирать, пускай им остаются. Это самый большой тайник, который я у вас спрятал. Вы спасли меня и спасли мои алмазы от гриферов. Ой, профессионал, я, конечно, очень рад тебе помочь, мы с тобой давние друзья, но действительно, в будущем постарайся таким не заниматься. Ё-моё, ребята, вот это я понимаю неожиданное приключение, вот это я понимаю заряд бодрости, как говорится. Есть, конечно, у некоторых гостей моего канала странный прикол, ребята, что-то прятать в моей деревне и мне об этом не говорить. И потом это выливается в какое-то неожиданное приключение и в новое видео на моём канале. Но, во всяком случае, ребята, мне кажется, что эти ролики вам нравятся и такие ситуации идут на пользу нашей деревушке. В общем-то, прямо сейчас постараюсь всё рассказать насадным, постараюсь им как-то всё это объяснить, а вы пока что не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока.